Уважаемая Анна Владимировна, уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые коллеги, позвольте представить некоторые мысли, касающиеся лечения рака носоглотки на сегодняшний день. Вы прекрасно знаете статистику, и если мы в целом по процентным соотношениям говорим, что рак носоглотки не самая часто встречающаяся патология, то в абсолютных цифрах, посмотрите, 84 тысячи человек, это по данным 2015 года, и если мы посмотрим по смертности, то это тоже очень приличная цифра, 60 тысяч. И опять я обращу ваше внимание, что развивающиеся и развитые страны есть некоторые различия по усредненной, по возрастным категориям и выживаемости, и заболеваемости. Если же мы посмотрим на эту диаграмму, то обратите внимание, речь идет чаще всего о пациентах молодых, о пациентах работоспособных, это значит еще и очень важная социальная проблема. И хирурги полностью отдали пальму первенства при заболеваниях носоглотки методом консервативного лечения, но с другой стороны, хочу обратить ваше внимание, вот на эту долю, на этот процент, по сути смертности, связанной с консервативными методами лечения, Таргирис обвлекал в 2004 году. Поэтому, с одной стороны, да, мы хотим всех вылечить, мы хотим это сделать максимально агрессивно, с другой стороны, мы хотим избежать попадания наших пациентов вот в эти проценты. Отсюда же и мысли и хирургов, и вообще всей команды специалистов, занимающихся заболеванием головой и шеи, и появился такой новый термин, называется он «quality of survival», его ввел Лефевр, который, по сути, неотъемлемо соединяет в себе вопросы выживаемости и качества жизни. И этому все чаще посвящены работы, так некоторое количество больных, иногда до половины всех больных, предпочитает, например, хорошее качество жизни даже без гарантии полного излечения, более агрессивным вариантом лечения, когда качество жизни может пострадать. Если мы посмотрим сводные данные 2016 года, Лиза Лиситры, то вот по Европе, обратите внимание, тенденции вам прекрасно известны, что на ранних стадиях лучевая терапия доминирует при заболеваниях носоглотки, ну и отдельная сносочка, что при второй стадии все-таки обсуждаются варианты и лекарственной модификации. При распространенных формах заболевания носоглотки, безусловно, должны лечиться химио-лучевым методом. Если же мы посмотрим данные НССИ, ну давайте я про НССИ чуть позже скажу, если мы обобщим данные ЭСМА-2010 года, которые сейчас являются официальным гайдлайном, то лучевая терапия – это основной метод лечения в монорежиме при первой стадии и комбинации с лекарствами при распространенных формах. Рекомендовано проводить лучевую терапию в современных технологиях, это АМРТ, это 3D-комфортное облучение, вы все это делаете. Отдельный вопрос – доз, которые необходимо подводить, и обращаю ваше внимание, достаточно высокие дозы рекомендуется подводить профилактически. Кроме того, предусматривается исходное профилактическое облучение зон потенциального распространения как по локальному потенциальному рецидиву, так и по лимфоколлекторам. Если же мы посмотрим данные НССН, то сразу хочу обратить ваше внимание. Есть такая сносочка на каждой странице гайдлайнов, где, если дословно переводить, фраза звучит так, что команда НССН считает, что участие в клинических исследованиях обеспечивает наилучшее введение онкологических больных. То есть, с одной стороны, мы говорим, что это, да, стандарты, рекомендации, с другой стороны, если от этих стандартов можно уйти в сторону лучшего лишения больного, это не исключается. И вот они сами стандарты НССН от 2016 года. Обратите внимание, локальные формы предусматривают самостоятельное лучевое лечение, большее распространение как по первичному очагу, так и по узлам. На первой позиции, на первом этапе в топе стоит клиническое исследование. Все остальное предусматривается как возможный вариант. Это одновременная химио-лучевая терапия с адювантным лекарственным лечением. Это одновременная химио-лучевая терапия в самостоятельном режиме безадювантной химиотерапии. Это отдельная группа больных, которым можно проводить индукционную полихимиотерапию. Дальше проводится оценка эффекта и решается отдельный вопрос о лимфоаденоктомии. Если мы посмотрим по, в первую очередь, локальным формам. Вот они, современные методики, современная возможность подведения доз. С одной стороны, мы говорим о том, что такое локальное, прецизионное подведение доз позволяет эскалации дозы в области необходимого облучения. С другой стороны, исчажение всех окружающих органов риска позволяет нам рассчитывать на меньшую токсичность лечения. Но вот именно сочетание и диагностических методов, когда мы видим, что на МРТ вот он объем, на КТ, который потом не определяется, мы четко можем вывести в мишень, когда мы можем четко вывести огружающего нога риска и мало этого на современной аппаратуре точно подвести с дозу, да еще и с контролем укладки, с методиками АГРТ. Это можно и нужно делать. Отдельный вопрос с ранее некурабельными пациентами. Когда исходно, вот у нас есть такой опыт 6 из 7 больных, посмотрите, какие стадии распространения процесса у больных, и им предусматривалась та самая группа индукционной полихимиотерапии, когда мы на первой этапе предпочли на лучевой терапию пациентов не брать. В том числе вот эта отдельная тяжелая категория больных с интракраниальным ростом. Так вот, этим больным было проведено индукционное химиотерапевтическое лечение вот в таких различных схемах, что позволило у подавляющего большинства больных потом их взять на лучевое лечение. И вот они результаты, это вот непосредственные результаты. Посмотрите, насколько хорошо отвечал первичный очаг. Мало этого, морфологически мы потом меняли подтверждение и хорошего ответа в лимфоколлекторах. Ну вот если посмотреть на клинический пример, вот в такой категории больных нам нередко приходится иметь дело. Исходно распространено с Т4Н3М0. Перечень органов, которые были вовлечены в процесс, сам процесс здесь представлен. Далее, после полихимиотерапевтического лечения, посмотрите, насколько оно было токсично, 8 курсов доцитоксела с платиной. Проведена была лучевая терапия до 60 грей, вот в таком режиме 2,5 грея. От лимфоденоктомии пациент на шее отказался. И несмотря на вот такой, скажем, отказ, плюс к этому на вот дозу не такой абсолютной в 60 грей, посмотрите, у пациента в настоящее время не определяется опухолевого процесса, ни на шее, еще раз повторюсь, лимфоколлекторы были вовлечены, ни в области первичного поражения. Но, с другой стороны, всегда ли мы имеем такой хороший эффект и в первичном очаге, и на шее, и позволяет ли это нам говорить о доминирующей роли лучевой терапии. Вот пример пациентки 60 лет, у которой исходный процесс был очень небольшой, однако регионарное метастазирование было массивное, длительное анамнез существования метастазов на шее, мало этого, у нее был хронический фаренгит, поэтому входной диагноз при поступлении, у нас тут был вообще рак ротоглотки, он был потом снят и подтверждено поражение носоглотки. Вот так выглядело это поражение носоглотки, область левотубулярной складки, а вот так выглядели метастазы на шее. Таким образом, пациентка получила химиотерапевтическое лечение, индукционную полихимиотерапию, вот тут представлены препараты, и дальше было проведено лучевое лечение до дозы 70 Грей. Вот так выглядела непосредственно выведенная мишень, и обратите внимание, как отреагировал первичный очаг, и как частично отреагировали узлы. То есть, с одной стороны, есть ответ узлов, вот так это выглядит в другой проекции, с другой стороны, мы, естественно, что пациентку отправили на лимфоаденоктомию и получили патмофоз второй степени в оставшихся лимфоузлах. То есть, это говорит о том, что мы пока вот в этих стандартах лимфоаденоктомию исключать, особенно при массивном поражении узлов, можем не всегда. Вот так выглядит пациентка в настоящее время, она жива и здорова без рецидива. Другой вопрос. Выбор объема облучения. Вопрос очень сложный, когда речь касается комплексного лекомбинированного лечения с изменением в процессе лечения объемов поражения. Так, например, вот здесь представлен случай клинический 56-летнего пациента. Обратите внимание на первичную область поражения. Вот так была тотально забита носоглотка. Вот так выглядел пациент на разметке после полихимиотерапевтического лечения. Мы дали дозу 70 грей. И вот эти современные наши методики фьюжн позволили нам вывести исходную зону поражения, подвести дозу точно. Вот так выглядели объемы, включая лимфоколлекторы облучения. Вот так выглядело дозное распределение, соответствующее с оценкой гистограмм. И, соответственно, у этого пациента на данный момент все в порядке. Никаких изменений ни локальных в области перечного поражения ни на шее нет. А вот другая ситуация, несколько обратная. Вот вы смотрите, 45-летний пациент. Вот такое распространение процесса. Вот такой перечень вовлеченных структур. И, безусловно, вначале начали лечение с полихимиотерапией. С хорошим эффектом был частичный ответ. И дальше проведели облучение в дозе 60 грей. Но в чем заключалась проблема? На данный момент очень спорный вопрос. Имеем ли мы возможность исключать из объема облучения органы риска в случае, если к ним близко подходила исходную опухоль или даже влекала их. И вот эта зона, зона моста мужичкового угла была исключена из объема облучения в силу ответа, в первую очередь, в этой области на химиотерапевтическое лечение. И таким образом, в начале у пациента в наблюдении реализовались метастазы на шее, а потом, несколько позже, реализовалась как раз вот эта зона, что в свою очередь потребовало вначале нейрохирургического вмешательства, а потом прогрессирование процесса продолжилось множеством МТС в головной мозг и привело к летальному исходу. Таким образом, мы говорим, что на данный момент стандарты нам позволяют ориентироваться в ведении больных. С другой стороны, требуется индивидуальный подход. И в данный момент все чаще речь идет о биологии опухоли. Вчера была большая секция по заболеваниям головы-шеи, где этот вопрос поднимался регулярно. И стоит отдифференцировать два параметра, два фактора. Фактор прогноза и предиктора. Мы часто встречаем работы, где речь идет о прогнозе. О предикторах значительно реже. Так вот, прогноз – это, по сути, оценка потенциального течения заболевания, а предикторы – это потенциальная оценка эффективности довольного метода лечения. Так вот, если сейчас посмотреть сводную имеющуюся информацию на 2016 год, вот посмотрите, что представила Лиза Лиситра. У нас в руках по заболеванию носа глотки уже есть информация. Мы можем определяться по вирусу Эпштейна-Бара, это не внесено в стандарты, но это позволяет нам вот эти спорные вопросы решать в ту или иную сторону. Причем, я извиняюсь, обратите внимание, факторы прогноза – это уже подтвержденные, а факторы-предикторы, по сути, это потенциальная, не абсолютно подтвержденная информация. И вот здесь мы видим в работе 2004 года данные ЛИН, где, если вы посмотрите, что превышение количества копий ДНК более 15 в плазме значительно влияло на, по сути, прогноз дальнейшего течения заболевания. Таким образом была выявлена тесная связь наличия вируса, во-первых, с самим поражением носоглотки, а потом с ответом на лечение, что очень важно. И это требует на данный момент, если мы хотим дополнительной информации, рутинного определения анализа уровня ДНК в плазме. По другой работе Чанга 2014 года, уровень, который рекомендовано определять, по граничному уровню 4000 копий. Таким образом, что мы можем сказать, что современный уровень лучевой терапии обеспечивает точное подведение доз, анинизирующего излучения, что еще больше накладывает ответственность на нас, как у лучевых терапевтов, в определении объема облучения. Ранее мы могли брать большие объемы, но все равно они требовались в связи с самой аппаратурой. Сейчас мы должны точно определяться в мишенях. Последовательное химиотерапевтическое лучевое лечение также открывает новые возможности, в том числе при лечении раненек урабельных больных. Отдельный вопрос – это облучение зоны резорбции опухоли, когда это может себе нести риск повреждения, обративого упреждения жизненно важных органов. Отдельный вопрос – это уточнение все-таки показаний к удалению лимфоколлекторов. Мы очень часто видим патоморфоз-4, однако точных критериев возможности отказа от лимфоденектомии на данный момент нет. И что касается общих тенденций, неоткратимо это касается и рака носоглотки. Современная тенденция – это сохранение качества жизни. Второй момент – это изучение биологии опухоли. И таким образом индивидуальный прогноз. Очень важно это выявлять дальше и подтверждать предикторы. В том числе сейчас предиктор уже такой есть. Мало этого, мы можем замахнуться на выработку индивидуальной программы на основе биологии опухоли. И в том числе показания к лучевой и химолучевой терапии или даже противопоказания к этим методам лечения. И возможно нам требуется стратификация пациентов по группам прогноза. Когда речь пойдет о разных дозах, о разных объемах облучения. До этого вы слышали сегодня и накануне много докладов таких стратификаций по другим локализациям. Наверное, мы пришли к этому и при заболеваниях головой и шеи, в том числе раке носоглотки. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Конечно, пожалуйста. Кто определяет число курсов неоадьювантной химиотерапии и каково фактическое слежение за эффектом? На основе чего вы проводите слежение? Это первый вопрос. А второй вопрос у меня касается того, что первично вы делаете диагностику распространенности, определяете мишень до химиотерапии. После химиотерапии вы используете значение мишени, которое уже достигнуто после эффекта химиотерапии, или это не так? И третий вопрос. Вы даете дозу 70 грей и даете фракционирование 2,5 грея. Что это? Какое это сочетание? Спасибо. Спасибо большое за ваши вопросы. Великолепно, спасибо большое за возможность проговорить те самые сложные вопросы, которые мы поднимаем. По поводу первого вопроса. У нас тактику лечения по количеству курсов химиотерапии определяют химиотерапевты. И определяются они, как правило, по кратности 2 или 3 курса. Но чаще это касается 3 курсов. Они смотрят 3 плюс 3. Сейчас, в последнее время, мы чаще всего видим 6 курсов индукционной химиотерапии. На этом лечение химиотерапевта завершает. Определение производится по критериям рецепт с обязательным дублированием всех методов обследования, включая МРТ. Мы предпочитаем, чтобы это был тот же аппарат, те же специалисты, та же особенность укладки по теми же углами. Тогда можно достаточно достоверно определять эффект проводимого лечения. Второй критерий, который обязательно определяют, учитывают химиотерапевты, это переносимость лечения. Если они при хорошем даже эффекте видят выраженный токсический эффект, они просят нас приступить к химиолучевому или лучевому лечению. По поводу второго вопроса. Мы обязательно, это определенные условия у нас, берем информацию о первичной исходной распространенности процесса до химиотерапии. И это довольно большая проблема, если речь идет о пациенте, который к нам приехал, уже получив где-то лечение. Не всегда эта информация сохраняется. Если эта информация сохраняется, мы загружаем ее в планирующую систему, выводим GTV по исходному поражению, а дальше основной вопрос, как раз мы его поднимаем. Если этот исходный объем поражения GTV затрагивает зоны органов риска, которые мы не хотели бы облучать, можем ли мы эти органы исключать из объема облучения? И как мы видим, не всегда это себя оправдывает. К сожалению, есть и локальная рецидива. Хотя есть и примеры, когда мы оказывались правы. И по поводу третьего вопроса. У нас нет методики по 2,5 грей до 70 грей. У нас есть по 2,5 до 60, или традиционное фракционирование, когда речь идет о 70 грейном облучении. На самом деле сейчас стандартом, которым спокойно работать и который нас прикрывает, является все-таки 2 грея или менее. Это в НССН записано. Но они же предполагают, прямо этой строкой прописано, возможность компенсации дозы при значительных перерывах в процессе лечения. Если мы видим эти перерывы, мы можем компенсировать дозу более укропненного фракционирования. А вот можно я вас тоже спрошу? Мы только что приехали из Минска, доклад был другой. Артем Рубанович его тоже озвучивал. Но там тоже сошел вопрос о том, что когда больной исходно был некурабельный, и когда в результате химилучевого лечения была получена полная клиническая резорция опухоли, как казалось, все равно мы у тех больных, вот помнишь, вопрос нам был, пошли, например, на хирургическое лечение, была речь о языке, на лимфобутях. И нас многие в зале спросили, в том числе зарубежные исследователи, тогда там был организован мост телекоммуникационный, нас спросили, зачем вы это делали, когда у вас была диагностирована полная резорция, и когда много больных отказавшихся, или у тех больных, которые отоперировали, много было четвертой степени лучевого повреждения, это был первый вопрос, зачем делали. А второй вопрос, зачем вы делали в такие быстрые сроки после окончания химилучевого лечения. Почему вы не дали тогда, допустим, реализоваться эффекту полностью, или уж пошли бы на эту операцию в случае подтвержденного остатка или возобновления роста. Вот мы сейчас как с тобой смотрим на проблему. Спасибо большое, Анна Владимировна, за вопрос. На проблему мы, наверное, смотрим по-прежнему, поскольку у нас нет дополнительной информации. В том случае, от которой спрашивали нас, была исходная костная деструкция, и поэтому мы не могли отказаться даже при полном отсутствии мягкотканного компонента и оставить пациента под длительное наблюдение, и оказались правы. Там были остаточные явления опухоли, там была патоморфоза третьей степени явления. Но что касается общих подходов, которые сейчас выработаны, если мы подводим радикальную дозу, то нам дают право наблюдать пациента 2 месяца, это последний рток 0,522. С другой стороны, мы, наверное, все-таки субъективно, это не статистика, можем сказать, что у нас несколько более агрессивно текут заболевания, например, полости рта, и мы видим те самые рецидивы, продолженные росты в значительно более ранние сроки, если исходная болезнь оказалась радиорезистентной. При частичном ответе и когда мы даем много времени.